НТВ Плюс 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 И я бы не стала говорить о том, что эта команда неопытная или, может быть, какая-то малоумеющая. Это действительно хороший коллектив, который готов решать большие задачи. И опыта хватает. Ну, здесь, наверное, главное даже не опыт, а умение и желание. И вот эта вот организация внутри команды, которая в новосибирском локомотиве присутствует. Давайте посмотрим на результаты первого раунда плей-офф. Не только на те матчи, в которых играли российские команды, но и на другие противостояния. Володь, тебе слово, как-то прокомментировать вот эти вот пары. Тарантино Нолика 3-0, никаких сюрпризов. Кунио Мочерата 3-0, но я ожидал более упорной борьбы. Здесь все-таки два клуба очень именитых, хорошо друг друга знают. Можно было рассчитывать на какое-то серьезное противостояние. Фредерикс Хаффен Тур 3-0. Ну, тоже вот вообще в стыковых матчах счет 3-0 для меня сам по себе удивительный. Поэтому вроде бы два равных соперника, но могли и побороться. Пуатье и Зенит только что разобрали. ЗАГС, Аркас. Ну, турки сильнее. Молодцы, что выиграли на выезде. Ну и, соответственно, Локомотив, Унтерхакинг тоже честь и хвала нашим ребятам смогли пройти. Пусть не самому сложному, но все-таки соперникам сейчас. Вот такое любопытное, наверное, да, то, что вот в принципе дома вот из этих шести матчей только одна команда победу одержала. Какая-то тенденция? Или вот просто так, с течением обстоятельств, не более того? Да, я думаю, что не более того, с течением обстоятельств. Но все равно ответный матч дома и возможность золотого сета, в общем-то, может неким образом и вот снивелировать значимость первой победы. Ну, сейчас на некоторое время прорвемся, отойдем от наших разговоров о Лиге Чемпионов и вспомним о том, что на прошлой неделе, в пятницу и субботу, в Белгороде прошел так называемый «звездный уикенд». Сначала были конкурсы, а на следующий день был проведен вот тот самый матч звезд, которого в Белгороде так долго ждали. И впервые он, кстати, в этом городе проводился. И вот эти вот все впечатления, которые получала местная публика, все они в материале Евгения Гвоздева. Удивительно, но за свою шестилетнюю историю матч звезд российской волейбольной суперлиги гостил в Белогории первый раз. Ведь в Белгороде волейбол – это не просто спорт номер один. Волейбол в Белгороде – сродни национальной идеи. Эдакий наш ответ Западу на выставки достижения народного хозяйства. Вот, мол, чего можно добиться, если правильно и с умом начать заниматься делом. За 30 лет здесь появилось столько мастеров экстракласса, что порой кажется, будто каждый волейболист в нашей стране так или иначе привязан к этим местам. Волейбол здесь любят, о нем спорят и восхищаются. В последние выходные января волейболом наслаждались. Если вспомнить количество приглашенных иностранцев, можно смело утверждать, что волейбольная столица России на два дня стала мировым, если не межпланетарным центром. Почти как по Ильфу Петрову получается. Дворец спорта «Космос» ответил аншлагом еще накануне. По традиции подобных торжеств, саму игру предваряет день конкурсов и мини-матчей. Некоторые вообще считают это участие уикенда самой зрелищной. Для самих же спортсменов этот день – отличная возможность переключить тунглер после регулярного чемпионата в положение «лайт», размяться в тестовом режиме к главному матчу и просто поближе познакомиться. Еще один приз за оригинальность, скажем так, приз. Какой праздновать до троих игроков? Никаких празднований, режим. Ребята сказали, парс, зайди на чемпионат, говорит, там голосование идет, ты пока на втором месте, говорит, значит ты едешь. Я говорю, правда что ли, здорово, посмотрел и правда, вроде едут. Все здорово, но немножко было тяжеловато, потому что, в принципе, все игроки приехали сегодня утром на поезде. И буквально через два часа тренировка утренняя сложно было. Ну, это же шоу в большей степени. Все приехали, все улыбаются, все друг друга знают. В принципе, нету никакого давления, ничего. Все отдыхают, в общем, в принципе, все хорошо и все здорово. Ну, если вы на меня посмотрите, наверное, понятно, что праздник удался. В общем-то, выложили все на 120%. Так что, я надеюсь, что зрителям понравилось и, в первую очередь, нам тоже понравилось. Я просто поспорился с визио-тренером в моем клубе. Он сказал, что ты выиграешь конкурс атакующих, это невозможно. Я сказал, давай поспорим. Ну, в итоге поспорил, не выиграл, но получил приз зрительских симпатий. В общем-то, это равноценная победа. Об официальности ни слова. На стороне команды «Востока» разминается посторонний игрок. Его нет в заявке и в голосовании болельщиков. Он точно не участвовал. Здесь играет мой папа. Блойбол спешит на выручку сына. Но шанс на бесценный эксклюзив упущен. Великолепная четверка – это когда четыре команды по четыре игрока играют дуб против друга в режиме нон-стоп. Выиграл, остаешься на паркете, проиграл, дай дорогу следующему. В итоге, после 20 минут ожесточенной мясорубки, неискрываемой радости местной публики победу одержала команда Геннадия Шипулина, составленная в основном из игроков сборной Запада. Еще больше удивил формат другого мини-матча, когда на площадке сошлись две экспериментальные команды «Пас» и «Атака». Первая была представлена связующими «Либера», соответственно, вторая – игроками атакующего плана. В общем, маленький против больших. Только за больших болею. Все должны играть, все максимум большие должны играть. И выиграть этих обязательно сегодня. Более симпатичная команда «Пас», там играет Алексей Вербов. Я надеюсь, что он забьет хотя бы один мячик сегодня. Вот вижу, пока что у него, вижу, не получается. Алексей Вербов! Раз и навсегда выяснить, какая позиция на площадке все же поважнее будет, не удалось. Боевая ничья 1-1. Интересный матч, пасующий против атакующих. Почему не постоянно вам давали бить? У вас так редко дают бить, представляете, как я? Потому что ребята знают, в общем-то, о проблемах со спиной у меня. И, в общем-то, берегли, скажем так, друзья. Тем более, что есть помоложе ребята, которые, в общем-то, могут показать себя с лучшей стороны, в общем-то, что и произошло. Наверное, поэтому не удалось второй сет выиграть. Ну, знаете, победила дружба, наверное, в таких играх это самое важное. На веселые старты, так игроки в шутку называют день конкурсов, вход во дворец спорта «Космос» был бесплатным. А вот, чтобы увидеть само голопредставление, очередь в кассу все же нужно было отстоять. Морозы зрители не отпугнули. И более того, приобрести билет в день матча было не так-то просто. Клоуны, концертная программа и даже акробаты под потолком. Праздновать так с размахом. Публика не торопится. За 15 минут до начала матча на трибунах еще можно отыскать взглядом пустые места. 5,5 тысяч обладателей билетов рассягнутся лишь к середине первого сета. И почти все они будут болеть за сборную Запада. Ведь она почти на треть состоит из волейболистов Белогория. А ее тренером заявлен, конечно же, Геннадий Яковлевич Шипурин. Первый сет стал своеобразным эталоном того, с каким настроем надо выходить на подобные матчи. Игроки, что называется, выкладывались, не стесняясь бегать в обороне даже за безнадежными мячами. Запад ввел, но в концовке великолепную серию подач выполнил лидер сборной России Максим Михайлов. 24-24. Счет колебался то в одну, то в другую сторону. На отметке 30-28 в пользу Запада этот маятник остановил блок олимпийского чемпиона Пекина Дэвида Ли. Видимо, именно этот момент и стал решающим. Спортивной составляющей, конечно, не забыли, но она явно ушла на самый задний план. Но когда же еще болельщикам можно будет так близко пообщаться со своими кумирами, причем во время игры? Сотни фотографий и тысячи подписанных карточек. А ведь это тоже определенное достижение. Игра забудется, а сувениры хранятся очень долго. Вот маленький волейбольный мяч, настоящий символ того, что сейчас творится в Белгороде. В местной палке его можно купить за 400 рублей. Вот сейчас... Спасибо. Благодаря автографу олимпийского чемпиона этот мяч становится бесценным. А ведь играть действительно забудется. Кто, например, вспомнит, что в конце третьего сета Титюхин подал 7 подач к ряду, что практически решило исход поединка. Или кто обратит внимание, как своевременно остужали соперника Эйси Косарева. Был сам итоговый счет треной в пользу Запада сохранится в памяти лишь самых искренних любителей волейбола. Однако те, кому удалось прорывать на Болгородском матче звезд, запомнить его навсегда. Кто-то, как фотографию с Вадимом Хомутских. Кто-то, как автограф Константина Ушакова. А, возможно, кому-то лучше всего запомниться неожиданное перевоплощение Геннадия Шипурина. Я думаю, судя по высказываниям зрителей и, в общем, атмосферы в команде, вернее, здесь, в дворце, я думаю, все получилось хорошо, действительно праздник. Билеты были раскуплены очень заблаговременно, за месяц. Билеты достаточно были, я бы сказал, недешевые. 400, там, 500 тысяч, 200, в зависимости от места. Но эта составляющая все равно не может покрыть тех расходов, которые были затрачены. Ну, я не считаю, что деньги – это главное. Я считаю, вот эта атмосфера, те люди, которые пришли, те дети, которые были здесь. И просто вчера я с ними беседовал, я их призывал любить спорт, чтобы это была стартовая платформа каждого жизни. Потому что спорт – это гармония, спорт – это помогает. И чтобы все занимались спортом, я их призывал. Вот это ради этого надо делать. Напоследок еще раз о победителях. Лучшим игроком матча был признан волейболист Белогория и сборная Запада Александр Косарин. На Востоке лучшим стал Константин Кушаков. Павел Мороз набрал 17 очков, и это лучший показатель у обоих коллективов. А приз зрительских симпатий получил, разумеется, Вадим Хомуцких. Ну, честно говоря, я побывал на этом матче звезд, посмотрел и конкурсы, и сам поединок. И вот осталось такое великолепное впечатление, что, наверное, Белгород – это именно то место, именно тот город, в котором так любят волейбол, что именно там нужно проводить такие мероприятия, как матч звезд. Но это мое такое субъективно личное мнение. Возвращаемся к Матрике чемпионов. Тань, девушки, женщины, наши женские коллективы. И начинаем как раз мы с матча Виллокортеза «Динамо-Москва». Тот поединок, который, наверное, единственный такой неприятный осадок, остался после вот этого стартового раунда, плей-офф, поскольку все-таки наша команда проиграла, хоть и в упорной борьбе. Да, к сожалению, первая партия не задалась, хотя поначалу здорово выглядели и хорошо подавали, заставляли итальянок не доводить, тем самым исключали быструю игру, а блок «Динамо» может ставить хорошо. И вот первые несколько очков были как раз набраны благодаря вот такой тактике. Но потом, благодаря опять своему же собственному браку, мы стали очень много очков отдавать сопернику. И уже в таком психологическом состоянии посыпался у нас прием. И, в общем, заставили главного тренера делать замены. Ну вот я бы не сказала, например, что выход у Яймы, у Ортес вместо Янива. И кроме того, чтобы дать Еве какую-то передышку, учитывая то, что болгарка недавно травмировалась и вот только-только восстанавливается, ну, каким-то еще положительным образом сказался на нашей игре. И все шло к тому, что проиграем мы эту встречу со счетом 0-3. Не было ни настроения, ничего. Но потом «Динамовки» смогли себя вот как-то поднять, в первую очередь, психологически. Появилось настроение в третьей партии. Третью партию достаточно легко мы выиграли. И в четвертой, вот в такой упорной борьбе, тоже победили 25-23. Тайбрейк хорошо для нас начался. Нет, я бы не сказала, все было в наших руках. Здорово началась подача Вера Улякина и вот Велимы. По-моему, плюс 3-7-4 был счет. Перешли уже, имея одно очко преимущество. Но итальянкам как-то вот удалось собраться в конце встречи. И много вот таких вот отскоков от блока неприятных. Вот то же, что в игре с Искавалином было в первой, когда мячи постоянно улетали. А плюс наши ошибки на приеме. И, в общем, вот так вот сложилась очень тяжелая игра. К сожалению, да, вот не дотерпели, немножко проиграли. Но, опять же, могу сказать, были хорошие моменты. Отметила бы особенно Юлю Морозова. Она продолжает лучше всех блокировать в Лиге Чемпионов. И вчера она набрала 7 очков на блоке. Это в игре против второй итальянской команды. В общем, очень серьезный результат. Ну и, конечно же, Грюн и Гончарова. Те игроки, которые и в настроении, и своей игрой, они, конечно, сейчас являются лидерами «Динамо». И возвращение Маши Перепелкиной, конечно же, после травмы. Да, это нужно обязательно отметить. Похоже вообще на то, что все-таки у женского московского «Динамо» самое тяжелое жребие, если говорить о других поединках. Безусловно, безусловно. «Динамо» будет тяжелее всех. Мы, конечно, очень надеемся сейчас на ответную игру. Это дополнительный бонус. Надо выигрывать основной матч и переводить игру в золотой сет. Но то, что будет крайне тяжело, это факт. Мы, конечно, болеем и верим в «Динамо». Сейчас вообще очень тяжело сказать, какие команды сильнее. Если раньше у нас лидерами были итальянки, и они побеждали во всех кубках, то в этом сезоне... Ну вот я затрудняюсь сказать, кто выиграет Лигу чемпионов. Либо это будут Каны, либо кто-то из турецких клубов, либо азербайджанские, или, конечно же, наши, как мы все этого ждем. И да, тяжелый жребий, но легких соперников не бывает на этом пути. Но все-таки в большей степени оптимизм перед ответным матчем, несмотря на поражение в первой игре? Нужна собранность, в первую очередь. Нужно настроиться от начала до конца, потому что будет тяжелее. И мы теперь поставили себя в такие условия, что нужно выигрывать четыре партии, а не три. Золотой сет мы тоже будем играть в случае победы с любым счетом. Будем играть его дома. И в первую очередь, конечно же, нужно исключить вот такие простые ошибки. Вчера, по-моему, раза четыре нам свистнули ошибки на второй передаче. И даже нашим связкам. И, в общем, это в таких ситуациях, когда мы могли бы отрываться и делать счет в свою пользу. Вот этот вот простой брак, его нужно немедленно исключать. Это что касается Московского Динамо. А что касается Казанского, то здесь, на самом деле, борьбы в первом матче не получилось. Немецкая команда Дрезденера из города Дрезден. Ну, в общем, все завершилось со счетом 3-0 и за час 15. Закономерный результат, мне кажется, тут. Вот как раз касаемо соперников для наших команд, то у Казани гораздо все попроще. И никто не сомневался в этой победе. Было только, наверное, если были какие-то вопросы, то вот расслабятся ли сами наши девушки, позволят ли сопернику выиграть там одну-две партии. Ну, все хорошо закончилось без затяжек в игре. Ну, сейчас говоря, по-моему, показалось даже, что если они расслаблялись, то для соперников это все равно была такая вот высота, которую они не могли достичь. Дрезденер вряд ли встречался раньше с такими командами, которые так блокируют, как наши. И мы их просто блоком задавили. Здорово выглядела вчера и Мария Борисенко, и Катя Гамова, и, конечно, Джордан Ларсон. Приятно, что играли всей командой. Обе связки получили достаточное количество игрового времени. Начинала Хоржановская игру, потом вышла Марина Бабешина. Ну, и, конечно же, все получалось. Может быть, где-то в начале второго сета только мы уступали пару очков. Но потом такая игра под диктовку нашей команды, конечно. И при этом, кстати, надо отметить, что Решат Глизудинов не пошел никакой замены. Периодически, да, появлялась Кузнецова, выходила Курихара, Мегуми Курихара. Но в целом, как бы, вот этот игровой рисунок, вот это вот, то сочетание игроков, которое выходило с первых секунд, оно никакому разу не поменялось. А мы постоянно говорим о том, что все-таки тяжелый график, множество матчей. Вы знаете, тут можно с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Я все-таки согласна с главным тренером в Казани. Вот такие матчи надо играть от начала до конца и заканчивать их как можно быстрее. Потому что, если пуститься на эксперименты, немецкий клуб все-таки сейчас почти первый одинаково очков с Ротой Рабаном. И вот такая команда, которая может в любой момент зацепиться, и тогда мы найдем себе проблемы. Возможно, пока отдыхают лидеры, начнем уступать, потом придется возвращать их в игру, тем самым еще больше их утомим. Поэтому я считаю, что вчера совершенно правильно все было сделано. У меня вчера, кстати, была прекрасная возможность сравнить, что такое женское немецкое первенство и мужское. Насколько вот женская команда не смогла с российской соперничать, и насколько унтерхахинг был опасен. В любой момент мог не только одну партию выиграть, но еще взять вообще за победу по бороться. Давайте посмотрим на таблицу с результатами и российских женских команд, и других коллективов. Там тебе слово, поскольку все-таки в женских чемпионах мы с удовольствием наблюдаем и с другими парами. Это очень важно. Да, особенно Азерейл Валеро нас интересует, как кто-то из будущих соперников казанского «Динамо», если сыграем дома в свою пользу. Так вот Азерейл в отсутствии основной связки с Тайкой Томком сумел справиться с Валеро в гостях. Я думаю, что эта игра была непростая, но вот посмотрела я количество очков, набранное Полиной Рахимовой, она все-таки остается главным бомбардиром, и вот это взаимодействие получается. Фенер Бахче начинал свой матч против Проштыева без Любови Соколовой, но потом, при том, что уступали в первой партии, все-таки Любу на площадку выпустили, и сумели победить со счетом 3-0. Вот, пожалуй, самая главная сенсация на данный момент, что польский «Атом» обыграл у себя дома одного из претендентов на победу в Лиге чемпионов, Робиту, со счетом 3-1. Конечно, в ответной встрече все может измениться, но пока вот такой результат. Ну и обидное, конечно же, поражение наших девушек из московского «Динамо». Сегодня точно так же ожидаем итальянского противостояния «Бергамо» с «Кавалиней». Интересный будет матч, тем более, что надеемся на прохождение «Динамо» в следующий тур, и с кем-то из них нам придется играть дальше. И, конечно же, «Экзаджибашил» и «Кивбанк» сегодня тоже сыграют в Стамбуле. Это два очень принципиальных соперника турецких «Факра» и «Каны». Тоже может быть сюрприз, точно так же, как и в Чехии. Что касается еще наших клубов, Еврокубках, то, естественно, ни одной лиги чемпионов живем. Есть Кубок Вызова, есть Кубок ЕКВ. И вот две краснодарские команды, два «Динамо», мужское и женское, также одержали победы на своих площадках. Давайте посмотрим сюжет об этом с Софьей Аваковой. Большой волейбольный день в Краснодаре. Болельщики могли быть довольны. Вначале на площадке Дворца спорта «Олимп» волейболистки местного «Динамо» принимали гостей из австрийского швехата в рамках 1-4 финала Кубка ЕКВ. Несмотря на то, что периодически у хозяйки возникали проблемы, в общем и целом они контролировали ситуацию. Уступив две партии, австрийские волейболистки бросились, было отыгрываться, но ни к чему это не привело. 3-0, убедительная победа «Динамо». Самым результативным игроком матча стал Татьяна Кошелева, на счету которой 20 очков. Вы все, наверное, знаете наши проблемы со связующими игроками. Сегодня состоялся дебют Даши, Зинченко. Конечно, мы испытывали все определенные волнения, определенные волнения, так как эта функция сама предопределяет игру команды. В общем-то, нельзя сказать, что она со своей задачей справилась, но, по крайней мере, она не подвела. Не менее уверенно, там же, во дворце спорта «Олимп», провели свой матч и волейболисты краснодарского «Динамо». Соперники из польской политехники смогли навязать борьбу лишь только в стартовой партии. В остальных же особых проблем россиянам они не доставили. И опять-таки, бескомпромиссные 3-0. «Динамо» празднует двойной успех. Ответная встреча команд состоится 9 февраля в Варшаве. Нам бы сейчас самое главное, чтобы не было эйфории по поводу этой победы. Я прекрасно понимаю, что ответный матч будет гораздо тяжелее. При ихних, я знаю, как болеют в Польше, какие зрители, как поддерживают команду. И, значит, моя сейчас одна из самых главных задач – это настроить их на ответную игру. Помимо краснодарского «Динамо» победу одержала еще и московская «Динамо» у себя на площадке. Сочетом 3-0 над греческим «Раклисом». Но эта победа не должна никого успокаивать. В ответном матче будет очень тяжело. Греческие фанаты, греческие болельщики отличаются крайней агрессивностью. И, в общем-то, в игре может произойти все, что угодно именно из-за них. И в кубке вызов, соответственно, наша женская команда «Амичка» одержала победу на выезде. Сочетом 3-0 над голландским «Вертом». И ждем ответного матча в Омске, где, думаю, будет еще им попроще. Да, ну что же, вот такой получился эта волейбольная неделя. С нетерпением ждем следующей, когда наши команды продолжат выступать в игрокубках. А на этом у нас все. Татьяна Грачева, Владимир Косторнов и я, Александр Аксенов. Увидимся ровно через неделю. Счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова